Во имя Отца Истинного и Святаго Духа, Господь заповерил каждому, кто хочет быть христианином, взять свой крест и следовать за Ним. И это очень трудно, потому что человек, как всякое живое существо, хочет жить счастливо, спокойно и безболезненно. А крест нести всегда трудно, поэтому он и крест. Но с другой стороны, только несение креста и делает человек и человеком. Потому что цель такой жизни животной, это безуспешная попытка всякого зверя уклониться от креста. И конец, собственно, всегда один. Животное погибает или умирает от бессилия собственного перед лицом каких-то событий. А человек, чтобы ему взойти на небесную высоту, необходимо научиться свой крест принимать. И крест наш складывается, ну как и всякий крест, он имеет две части, вертикальную и горизонтальную. Поэтому и образуют они крест. Это то, что на нас грядет извне, всяким испытанием, или, говоря по-славянски, искушением. И то, что изнутри. Это наше немощи. То, что нам трудно жить в силу своих внутренних причин, каких-то врожденных или благоприобретенных, не благоприобретенных, а, лучше сказать, неблагоприобретенных привычек. И то, и то нужно терпеть. Потому что один человек, даже если он очень и разумен, и силен, и умен, он никак не может изменить внешние обстоятельства. Если не будет поставлен самим Богом на определенную ступень, когда действительно от его слова или каких-то размышлений может что-то зависеть, а так сам по себе ничего человек не может. И нужно уметь это принять. Вот все те кошмары, из которых состоит наша внешняя жизнь. Которые, к сожалению, имеют тенденцию только нарастать. Господь дает некий краткий отдых. Но все-таки каждое поколение людей доживает и до своего всеобщего кошмара. И приходится его принимать. И так же и во внутренней нашей жизни. То, что у нас хорошо получается, может быть, не всегда от нас требуется. От нас часто требуется то, на что мы мало способны. И тем не менее, внешние обстоятельства понуждают нас к тому, чтобы мы свидетельствовали перед Богом нашу верность. А у нас на это нету духовных, нравственных, часто и даже физических сил. Потому что вот, например, самораспространенный наш с вами грех, это есть раздражительность. Это просто форма проявления, такое страсти гнева, которое мы все обуреваем. Смертный такой грех, гневливость, смертная страсть, которая убивает душу и которая заставляет нас делать такие вещи, о которых мы всегда потом жалеем. И иногда нам удается совершить нечто, о чем мы даже жалеем потом всю оставшуюся жизнь. Вот это бывает в гневе. Но гнев не всегда принимает такие, может быть, уголовные формы. Но, ну, довольно часто. Даже по статистике, большинство убийств, это никаких там заказных, там, проходных, на войне. Нет, нет. Это обычная такая ссора двух людей, четырех за столом. Взял первый попавшийся, воткнул в живот. Врача не вызвал, тот и умер. Вот это самое частое. Именно в гневе люди, так сказать, себя убивают, дерутся, мстят, там, какие-то. И в гневе человек не может как-то холодно операцию там рассчитать, все так сделать. Поэтому, в общем, попадается почти сразу, в общем, без всяких усилий. Для милиции это, в общем, довольно выгодно, потому что раскрываемость больше 50% именно в силу того, что человек совершает вот эти страшные вещи именно в гневе. И он не думает там о последствиях, о том, что надо прятаться куда-то или там что такое, замышлять. Это не значит, что я этому как раз учу. Спаси, сохрани. Нет, просто хочется подчеркнуть, что это очень распространенное явление, которое тоже является дополнительным кошмаром нашей жизни. И надо понять, что мы все в этом грешны. И вот взять, если эту нашу общую страсть к раздражительности, как это трудно не раздражаться. Именно в силу того, что, как сказано в Писании, гнев не творит правды Божию. Мы вот постоянно, среди дня, если бы мы завели такой блокнот, куда ставили какие-нибудь галочки в тот момент, когда мы стали раздражаться, к концу дня вся страница была бы исписана. И мы это делаем как-то очень легко и привычно и сами себя оправдываем постоянно. А ведь это неправда перед Богом. Неправда не в том, что мы как-то реагируем несправедливо на внешние раздражители, на других людей в основном, на ближних наших, а неправда в самом состоянии. Потому что само состояние гнева это состояние бесовское. И чем чаще мы в него впадаем, некоторые, правда, так очень хорошо так придумали такое оправдание, говорят, ну я вообще-то такой вспыльчивый, но я, говорит, отходчивый. Ну так и что? Вспылил, взял пистолет, застрелил и отошел. Так сказать, собственно. Но что, ведь неправда перед Богом в самом таком чувстве человека, что впустил в себя силу нечистую, что он дал ей возможность там разор произвести, что эта нечистая сила в этот момент повелевала человеком. Вот в чем грех, что человек это есть сосуд благодати Божией, а человек этот сосуд употребил для нечистой цели, то есть осквернил его. И говорят, ну тут нас не может быть ни греха оправдать. Вот даже вот такие вроде бы незначительные вещи, не имеющие каких-то далеко идущих последствий, и то греховные, и как это трудно терпеть. Сколько нужно заниматься самовоспитанием, сколько нужно молиться, потому что как страсти победить, только не давая им проявляться, молясь Богу. Больше никаким образом. Но можно еще молиться вот в форме крестного знамени. Это тоже молитва. Но тогда, когда человек уже не в состоянии и слов произнести, осенився окрестным знаменем, совершив вот это воспоминание и окрестной смерти Христа Спасителя о том, что к чему мы призваны как-то пытаться вот этой силой распятой на кресте Господа Иисуса Христа победить эту силу вражия, потому что жест совершить всегда легче, чем слово. Поэтому так это какое-то чудо такое. Бог сотворил и вразумел еще апостолов о том, что вот эту молитву творить даже можно безмолвно, осенився крестным знамением. Вот если бы мы к этому действительно так прибегали благовейно, внимательно и с надеждой на то, что Бог поможет, с верой в то, то постепенно, конечно, не сразу, это годы должны пройти, чтобы возник этот навык, то мы сумеем это преодолеть. И это и есть несение креста. Потому что Бог попускает искушением, так сказать, должно прийти всяким соблазном, но они даются не для того, чтобы мы упали, а для того, чтобы мы устояли. И вот в этом стоянии это и есть несение креста. потому что когда Господь нес крест, ему было очень тяжело. Он несколько раз падал на этом пути. Еще тяжелее было, когда прибивают руки и ноги ко кресту. Еще тяжелее это, когда этот крест воздвязает и ты на нем висишь. Это вообще, так сказать, внука совершенно страшная. И это еще отягчается тем, что окружающие тебя люди еще на тобой издеваются. Причем еще страшнее, когда ты абсолютно ни в чем не виноват. Ни перед этими людьми, вообще ни перед кем и никогда. И все-таки Господь со смирением это переносит. Для того, чтобы нам показать, как мы должны переплывать вот это житейское море нашей жизни. Много у нас всяких таких неприятностей, скорбей, но будет конец. Будет. Не так уж жизнь велика. И вот надо ее прожить. Поэтому не нужно тратить силы на том, чтобы отстаивать какую-то бессмыслицу. Какую-то мнимую свою правоту. Кому-то чего-то доказывать, объяснять. Это не имеет никакой цены. Лучше стараться силой души потратить на то, чтобы освободить свою душу от влияния всяких нечистых духов. Чтобы нами владела благодать Божия, а не владела бы нами что-то другое. Вот. И это будет настоящее крестоношение. Это на самом деле очень высоко перед Богом. Потому что Господь знает, что наши немощи не посылают нам каких-то более серьезных испытаний. А не потому, что мы заслуживаем лучшей участи. Нет, это только исходя из нашей немощи. поэтому нам нужно обязательно учиться терпеть вот это переносить. Но переносить не так вот, как есть такое выражение у нас, скрипя сердце. Такие скрепы на него поставить и как-то внутри напрячься, озлобиться, отгородиться от всего. Нет, наоборот. Наоборот. полностью отдать себя в руки Божьи, чтобы Он творил сам нашу жизнь. А нам вот именно в той жизни, в которой каждый из нас проживает, и в своей семье, и среди людей, и в нашей стране, и вот со всеми теми приключениями, которые и есть, и еще грядут, независимо ни от чего, ни от внешнего, ни от внутреннего, стараться поступать по-христиански. И это возможно. Еще мне надо сделать объявление. В Москве состоится крестный ход. И вот этот крестный ход, он начнется от Новоспасского монастыря. Духовянство прихожанам в этот день надлежит заблаговременно явиться ко времени к часу в Новоспасский монастырь. Ну, на самом деле, крестный ход начнется в два. Святейший прибудет, патриарх. Ну, так, заранее, как бы, за час, ну, можно и за полчаса. В Новоспасском монастыре сейчас мощь прибывает старца московского отца Алексея Мечова, который служил на Моросейке и прославлен на прошлом соборе архиерейском вместе со своим сыном отцом Сергием в лике святых. И вот он был похоронен на немецком кладбище, его мощи благополучно были извлечены и помещены в Новоспасский монастырь. Вот. И будет перенесение в храм Моросейский Никола в Кленников, где настоятель офиц Александр Куликов. Вот от Новоспасского вот по маршруту тут по-моему даже он указан этот маршрут. И сейчас хожу. Вот. И вот так по солянке и пойдет на Моросейку. Сейчас я дашу технику, поэтому я делаю это более короткого. Так. 29 сентября в субботу это будет крестный ход. Вот звук шок. Поэтому всех приглашают и духовенство даже в обязательном порядке амирян ну кто свободен от службы в этот момент амирян так всех приглашают на этот крестный ход. Ну действительно отец Алексей был такой замечательный старец когда кто приезжал в Питер или в Кронштадт к отцу Иоанну Кронштадтскому он говорит что вы ко мне едете у вас там отец Алексей есть. Вот. Кто не знает могу вот тут из послания святейшего патриарха ну это я завтра прочту полностью а сейчас только вот этот отрывочек про отца Алексея. Годы жизненного прославленного годника Божия пришли на конец 19-го начала 20-го столетия. В начале своей жизни в год становления Господь судил ему иметь духовное окормление у великого святителя митрополита московского Филарета. Будучи сам ревностным молитвенником митрополит Филарет предвидел что дар усердной молитвы почиет на отца Алексея. И действительно впоследствии по сердечно-смиренной молитве старца Алексея многие люди получали утешение скорбя и избавление от телесных недугов. Особый след в жизни отца Алексея оставила встреча со святым праведом Иоанном Кронштадтским который будучи в Москве во дни когда протерей Алексей тяжело переживал кончину своей матушки не только утешил и поддержал его в скорби но и проведя в нем дар старчества благословил на подвиг духовничества. Благодать Божия обильно почевающая на Кронштадтском пасторе по-новому осветила дальнейший жизненный путь отца Алексея. Господь даровал ему ведение всем дар утешать приходящих к нему и помогать им. Подготовлено многими годами поистинно на подвижничестве жизни к концу святого пути святой старец со смирением принял дарованному Господом еще один нелегкий крест исповедничества. Когда он служил в этом храме Новороссийске очень скобнел что народ не ходит. Здесь в центре Москвы трудно ожидать от храма чтобы он был полон народу. Там храм храмы как грибы растут на каждой улице по несколько. И он избрал такой путь. Стал каждый день служить всеночную литургию. Когда матушка не умерла уже домашними делами не обязательно было заниматься обычно жены все хлопочут чтобы так сказать дом было все прибито починино балкон остеклен там прочие всякие дела. И он служил всеночной спрашивали над ним смеялись даже окрестные священники говорит ну как не придешь у вас звонят все потому что ко всеночной полагается звон вот он говорит ну человек какое бы имя не носил он должен знать что у нас на Моросейке он придет и его святому поют величания вот всегда полным чином всеночной служил всем святым каждый день вот как бы в нарушении устава но в сторону расширения вообще-то это для настоятеля возможно такие вот и потихоньку потихоньку действительно храм стал наполняться народом а потом уже набивалось столько народу он храм небольшой кто там был а кто не был значит сходить он такой очень интересный такой внутренней архитектуры там всяких закутков много вот и там бывало уже и на литургии ему не было возможности даже исповедовать столько народу он поэтому исповедовал и на антифонах и так далее и вот постоянно только то один то другой приходил к исповеди хотя тогда еще была манера довольно редко у людей причащаться вот и только после революции уже люди немножко так встряхнулись стали почаще причащаться а тогда это в заводе такого не было может поэтому и революция случилась вот вроде храм это есть а непонятно зачем идет служба если люди не причащаются вот и вот так постепенно один другой третий вот и вот такой получился старец его внучка даже сейчас жива вот так все прямое родство а сына отца Сергия расстреляли по-моему в 42 или 43 году был священник тоже он продолжил делать своего отца батюшки такую создал общину очень крепкую которая дожила до наших времен сейчас по-моему один или два человека только осталось от этой общины но еще лет 10 назад 15 я еще многие знал целые десятки или 15 человек все были уже очень старые многие дожили почти до 100 лет и вот сейчас один так человек жив ему по-моему 96 такой и по нему так и не скажешь он франкот в здравом уме трезвые памятники лично своими глазами 10 раз видел отца отца Арсения про которого книгу пишут фамилию он его не знает но лично с ним встречался не то 10 не то 12 раз это я тоже забыл надо у него спросить потому что он помнит а я вот так сказать он там бывает на Моросейке вот а так очень много туда таких замечательных людей ходил самая известная из духовных чат отца Сергия это была Мария Николаевна такая Соколова иконописец которая приняла монашство с именем Юлиане такая я вот сподобился был с ней знаком она учился в семинаре замечательная такая женщина необыкновенная Саша вот очень такие хорошие иконы писала тоже необыкновенные в общем и так в некоторых домах они сохраняются вот так вот как-то получилось что некоторых его духовных чат отца Сергия отца Алексея Мечо пришлось таким-то образом слегка кормлять и даже некоторых хранить вот так вот удивительно какое духовную крепость имели вот эти два подвижника что их дело сохранилось вот прям уже до следующего и века и тысячелетия вот хотя трудились они оба конечно в нечеловеческих условиях не читанам вот потому что могли нести свой крест вот батюшка отец Алексей понес вот этот крест безвременной кончины своей любимой супруги отец Сергий очень много провел в лагерях в тюрьмах вот и в конце концов расстреляли вот ну что собственно естественно потому что мир таких людей в той степени озлобления в которых тогда находился он просто понести конечно не мог вот отец Сергий он был такой очень прямой человек очень такой сильный и конечно они в нем чувствовали своего врага заклятого поэтому имея возможность его так сказать убить конечно они его убили как и многие других ну вот нас слава Богу никто не убивает поэтому будем стараться терпеть друг друга и самих себя как Христос сказал через апостола Павла носите тяготы друг друга и так исполните закон Христов вот если научимся терпеть друг другу и себя то спасем свою душу помоги нам в этом всем воскресе спасибо спасибо Продолжение следует...